Проблема общественного транспорта с наступлением зимы встала в городе особенно остро. В вечернее время и в часы пик жители вынуждены ждать маршрутки поле получаса, автобусы ходят еще реже. Глава города отметил, что администрация о проблемах знает и сейчас разрабатывает в планах решения. В городе работают более 1200 маршрутных такси на 90 маршрутах, однако этого, похоже, для города недостаточно. Мы считаем все-таки необходимо перейти на другую схему общественного транспорта. Это более серьезное развитие нашего городского электрического транспорта. Это работа с Ульяновской электротранс. С ним у нас на сегодня проводится работа по выстраиванию концепции и маршрутной сети. И сейчас мы ведем очень активный, я вам скажу, небезуспешный поиск инвестора по реализации совместных проектов по обновлению троллейно-троллейбусного парка. В ближайшие годы планируется соединить троллейбусные и трамвайные сети и пустить электротранспорт через Волгу. Но это планы на отдаленное будущее. А пока администрация города собирается проинспектировать имеющиеся маршруты, оптимизировать их и привести в соответствие с пассажиропотоком. На маршрутах за Волжий центр, самых проблемных, будут работать администрации районов города и проводиться полный мониторинг. Для этого каждую маршрутку в перспективе планируют подключить к системе ГЛОНАСС. Находится на контроле работа 28 маршрута, работа 25 маршрута, работа 4 маршрута. Есть обращение жителей, что в Рыпаевку сейчас не каждая машина заезжает. Также мы сейчас взяли на контроле работу 2 маршрута. С понедельника данный маршрут продлили до новой промзоны. То есть сейчас он уходит на 11 инженерный проезд. Накатывается новое расписание. Сейчас будем согласовывать расписание. И дополнительно вводится транспорт повышенной вместимости. Ну а что касается ремонта дорог в этом году. Приемка его результатов проводилась в три этапа с привлечением общественников. Проверялось качество материала, ход самих работ. Параллельно департаментом автомобильных дорог проводилась независимая экспертиза специалистами из Вологды. В ходе этих вырубок были выявлены часть замечаний. В принципе замечания были по всем подрядчикам. Но если часть замечаний подрядчики устранили в принципе сразу после получения результатов, то у нас остались два проблемных вопроса. Наверное, все помнят их улицу Радещева, которую несколько раз переделывали. У нас был основной подрядчик, вернее он и есть, контракт двухлетней компании «Элицстрой». И у них работала на субподряде компания «Торговый дом Ульяновской дорстрои». Это ульяновская компания. Соответственно, претензии «Элицстрой» были направлены, учитывая, что он является основным подрядчиком. И компания уже за свой счет выполнила полностью перекладку правой стороны, которая вдоль жилых домов проезжей части. Ну а что касается елочных базаров, они свою работу начали уже сегодня. Продлятся базар до 31 декабря. Адреса легальных базаров можно узнать на официальном сайте администрации города Ульяновска. Продавцы каждой из 36 официальных точек имеют соответствующие бумаги, подтверждающие разрешение на продажу зеленых красавиц нового года. Андрей Творогов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.